открыв коробку с прибором мы с вами наблюдаем вот такую вот комплектацию то есть все довольно аскетично ничего лишнего тут нет включает она в себя следующие компоненты значит выносной пульт дистанционного управления прибором с тактическими кнопками я вам потом далее вот по всем компонентам этим комплектующим отдельно все покажу более детально липучки для крепления самого пульта к оружию дополнительная планочка вивер которая также находится сбоку прибора для установки дополнительного оборудования ну как правило дополнительного инфракрасного фонаря руководству пользователя кстати говоря вот здесь это пожалуй один из таких редких случаев когда прочтение руководства просто необходимо здесь как бы детальный довольно подробно понятным языком описывается очень много важных моментов по работе с прибором в том числе по его пристрелки вот то есть вот изучение вот этой книжицы в данном случае обязательно кстати говоря друзья вот как раз здесь в описании прибора в этой части указывается его ударопрочность то о чем мы с вами говорили вот ранее и составляет она 3700 джоу то есть при подвыборе пнв под ваш ружье под 12 калибр а точнее под ту пулю которую вы будете стрелять на охоте прежде всего необходимо вот посмотреть этот параметр ударопрочности прибора также гарантийный талон чехол для хранения и ношение прибора очень удобная штука значит здесь вот с мягкой подушечкой для оптики то есть вот молодцы это в принципе этот чехол у вас будет постоянным вашим спутником и собственно говоря сам прибор значит мы с вами детально сейчас по всем его функциям пройдемся значит теперь предлагаю более детально пройтись по каждой составляющей комплекта и начнем мы с вот этого выносного пультика вот как вы видите на нем три кнопки действует по принципу тактических кнопок на подствольном фонаре то есть нажал включилась отпустил выключилась значит здесь кнопка включения самого прибора и здесь кнопка вот и r включение прибора вместе сразу с штатным инфракрасным фонарем эта кнопочка служит для смены цвета прицельной марки об этом чуть попозже значит крепится как я уже сказал это все дело вот такими липучками значит одна часть сюда другая на оружие честно вам скажу что я вот этим пультом ни разу не пользовался он видеть абсолютно новенький чистенький нигде не запачканный также он у меня и пролежал в коробке ну не знаю с чем это связано неудобно работать непосредственно с самим прибором еще раз акцентирую внимание на мануале о его важности потому что как бы это наши братья белорусы писали и здесь не перевод здесь все очень хорошо таким нормальным не каким-то там технически заумным языком нормально понятно все написано то есть вот обязательно прочтению так и наконец сам прибор начнем мы с нижней его части вот здесь вот наклеечка с лейблом тут модель его да там какой-то серийный номер какая-то еще тут информация само крепление под планку вивер с обратной части его вот такая вот желтая наклейка предупреждающая о том что если вы самостоятельно вот это крепление значит крутите то автоматом мы с вами лишаемся гарантии снимать его самому нельзя значит с этой стороны планка вивер для установки дополнительного инфракрасного фонаря штатный инфракрасный фонарик с регулировкой пучка важная часть прибора защитная резинка закрывающая окуляр объектива имеющая в центре вот такую вот маленькое отверстие жизненно необходимое нам для пристрелки допустим для пристрелки прибора в дневное время значит почему вот эта резинка важно ну понятно что она защищает от пыли но и и самая первая очередная функция и это защита вот засветок значит давайте вкратце немножечко засветках вот у меня как-то например сразу не знаю в мозгу включилась такая галочка что вот даже я в кире на пристрелки выключил свет оставил только освещение самих мишеней значит включил прибор снял резинку произвел стрельбу посмотрел там в бинокль в трубу неважно или даже подошел к мишеням не включая свет посмотрел результаты стрельбы подошел обратно выключил прибор отдела резинку включил свет просто таки должно как на автомате потому что как я говорил ранее первое поколение поколение 1 плюс да значит это не цифровик поэтому при попадании яркого света в объектив нам практически гарантирована засветка и как следствие выход из строя матрицы идем далее теперь вот это самая интересная часть ну давайте вот сверху здесь отсек для двух пальчиков батареек все прорезинено защищено от попадания влаги разъем для крепления пультика выносного кнопочка для смены цвета прицельной марки вот видите значит два варианта зеленый и красный значит вот барабанчик регулировки то есть точнее фокусировки дальности значит непосредственно переключатель включения прибора и включение прибора с инфракрасным фонарем штатным не виду здесь вот этот барабанчик регулятор яркости прицельной марки под колпачками здесь у нас барабаны для ввода поправок ну соответственно значит влево вправо и вверх вниз после пристрелки мы их с вами закручиваем и благополучно про них забываем с этой стороны резинка защитная наглазник так называемый и вот это кольцо регулировки резкости первоначальном при настройки прибора мы его с вами значит пристреливаем на 50 метров от регулировали фокусировку и далее мы забываем опять же и проект барабан мы пользуемся то есть вот она стоит на 100 метров все мы как бы забыли далее мы только вот пучок сам регулируем как бы его саму резкость до фонаря сам прибор резкость вот этим кольцом по прибору пожалуй все потому что как бы все довольно вот как я сказал аскетично ну добавлю вот здесь блок этот на нем два вот этих диодика зелененький красненький зеленый прибор работает без штатного в инфракрасного фонаря красный соответственно включен фонарь несколько слов о прицельной марки значит вот вам представил также саму прицельную марку и расписал вот как можно определять расстояние по этим вот галочкам ну птичкам да так называемым как бы в инструкции вообще-то все там подробно расписано но для наглядности значит ну понятно мы пристрелили съездили в тир своей пули который мы обычно вот охотимся по зверю пристреляли на 50 метров приборы дальше можно уже как бы не трогать вот эти барабаны для ввода поправок мы просто уже самим ружьем регулируем да при там определенном расстоянии до объекта по каким галочкам нам по птичкам стрелять вот это удобно вот такую картинку мы с вами фактически и будем видеть дополнительного освещения нет луны можно сказать вообще нет включен только штатный инфракрасный фонарь ну вот видите сами поколение об один плюс вполне себе рабочая кабанчик нам виден буквально несколько слов хотел бы сказать о так скажем пыли в вот на объективе да так называемый они его еще подробнее почитайте вот в этой инструкции замечательно там это также все написано значит на самом деле как бы вот это пыль то есть такие черные точечки они допустимы то есть производителем и об этом указывается не надо этого пугаться что у вас там какой-то брак и так далее несколько слов о нужности вот такого дополнительного инфракрасного фонаря я его приобрел отдельно естественно ну не знаю здесь видно вам модель давайте скажу это также пульсар или 808 с ну естественно понятно да что он вот крепится на вот эту как раз планку вивер на приборе вообще очень рекомендую вам приобрести эту штуку при вообще практически нулевой видимости то есть кромешный тьма можно так сказать просто вещь незаменимая с ним но это просто прожектор ребят то есть я его обычно даже ну естественно когда там даже четверть луны в принципе хватает вот штатного этого фонарика на приборе но вот с этим вот у вас ну во-первых расстояние да мы с вами понимаем до наблюдаем объекта расширяется то есть вот я не буду про него долго рассказывать но ребят нужно приобрести значит несколько слов хотел бы сказать о вот этом красном цвете включенных инфракрасных фонариков вот сейчас видно вот он красный этот луч то есть ну надо понимать что все-таки это луч да и вот как зверь реагирует на вот этот цвет красный на этот луч потому что он все-таки бьет по ним это очень хорошо видно по блестящим глазам кабана там косули неважно то есть они начинают отсвечивать ну можно почитать много информации об этом что зверь не никак не реагирует на вообще красный цвет также самое что касается подствольных фонарей с красной насадкой как бы зверю абсолютно все равно хоть ты его включи и держи там сколько угодно они никак не реагируют я на практике на своей вам скажу так что все-таки реакция есть не знаю это зависит может от расстояний но вот я как я наблюдал да вот когда включен значит инфракрасный фонарь на приборе и зверь он ну то есть он не убегает при этом да он не особо на него реагирует но он подергивается вот кабан начинает так вот как бы подергиваться нервно если на него особенно прям вот в лоб как бы наводишь и он еще и глазами на тебя в лоб посмотрит он начинает вот подергиваться как то есть ему им неприятно но при этом действительно зверь не уходит с подкормочной площадке то есть фактически это вот уже как наблюдением они на практике наверное действительно можно сказать о том что красный свет их не очень мешает и не является для них каким-то фактором угрозы в одной из частей своих обзоров я довольно подробно рассказывал про установку вот этой планки на свое ружье армса на 612 значит кто не видел обязательно посмотрите вот этот момент как она закреплена все подробно я рассказал ставим прибор на планку вообще я его как бы устанавливаю обычно вот сам бы дальнюю часть планки то есть как можно ближе к прикладу ружья но это опять же то есть тут индивидуально для каждого вы можете его сдвигать по планке как вам удобно поставили прибор ничего сложного нет просто раскрутили эти винтики винтики до конца и вот значит их вот так вот собственно прямо рукой затягиваем сейчас мы кстати подойдем к самому интересному моменту некой такой так сказать беде который у меня случилось вот с этим крепежом вот затянули да раньше я дополнительно затягивал гаечным ключом вот эти винты никогда этого не делайте иначе сейчас я вам покажу это приведет вот к таким последствиям вот видим винтик да что с ним случилось просто так скажем вот это вот часть обломилась сами по себе винты вот эти вот крепления довольно слабовато оказались и затяжку хотя не сказать что я допустим очень сильно как-то тянул гаечным ключом но тем не менее моей затяжки этих усилий они не выдержали вот это тоже был штатный этот винт и он тоже видите уже погнут ну а с первым вот такая вот история путем как говорится проб ошибок вот эти вот винты у меня уже новые соответственно я дождался не их завода прислали новые вот здесь вот в них самих винтиках есть внутри еще такие как бы под минусовая отверточку винтики вот они то и есть эти ограничители которые уже вот вы затянули рукой ничего дальше гаечным ключом не затягивайте вот чувствуете там немножечко болтается берете минусовая отверточку и вот эти винтики до конца закручиваете это и есть ограничители которые не позволят вашему прибору при стрельбе гулять там туда-сюда бесконтрольно обязательно учтите этот момент мой горький опыт вот с этими значит затяжкой этих винтов значит что касается прицеливания вот в саму эту резинку как правильно нужно целиться то есть вот я вам покажу ни в коем случае не вот так вот никогда так не делайте а вот расстояние примерно безопасное для проведения выстрела при этом вы все прекрасно туда видите что там происходит да но возможность того вероятность того что вы окажетесь похожими на медвежонка банду вас сразу пропадает вот значит такой один из немаловажных момент потому что как бы у новичков это очень часто встречается причем не только с пмв это и с обычной оптикой они прямо прилегают к резинке глазом считают что вот она мягкая да как бы она там защитить там от отдачи нифига подобного удара рассечения только в путь то есть примерно вот берете там сколько десять сантиметров но может чуть меньше вы поймете это безопасное состояние когда вам все будет видно и в то же время обеспечит вот отсутствие этого удара при отдаче обязательно учтите значит вот так вот это все выглядит на ружье без проблем стоит да я вот в рассказе забыл упомянуть о весе прибора прибор увесистый он килограмм есть поэтому все-таки вот хождение с ним значит где-то там в угодьях а особенно там постоянное прицеливание с рук вещь довольно трудоемкая точнее значит требующие недюжей физической силы рука вот это вот особенно будет уставать но при стрельбе с вышки поставили значит ружье на само окошко допустим да там чуть-чуть там высунув ствол и вот у вас уже упор то есть пожалуйста здесь вы значит регулируем только вверх-вниз прикладом без проблем вот пожалуй все что я хотел рассказать в данной видео инструкции по выбору пмв под 12 калибр надеюсь эти материалы окажутся для вас полезными пожалуйста если возникают у вас какие-то вопросы не стесняйтесь задавайте я стараюсь всегда на все вопросы отвечать ну а всем коллегам охотникам желаю ни пуха ни пера ни рогов ни копыт и до встречи на охотничьей тропе друзья я